Друзья, в последнее время очень часто в группе ВКонтакте присылают высказывания известной писательницы Дарьи Донцовой, которая стала православной, везде снимается с монахинями. И вот очень любопытный репост «Русское православие и традиции» от Анастасии Славянской, да, опишет о себе Дарья Донцова. Я сейчас вам прочту. «Знаете, чего я боюсь? Что вот умру, предстану перед Господом, а Он на меня посмотрит и заплачет. И ужас вот этого плачущего из-за меня Господа, который не может меня спасти по моей же вине, вот это, наверное, самое страшное, что может быть в жизни. Меня это сейчас останавливает, ограждает от очень многих вещей. Которые я могла бы, наверное, сделать, если бы не боялась этих вот слез Господних. Я не боюсь, что Он меня накажет. Я боюсь, что я Его огорчу». Слушайте дальше. «Пока тебя не хлопнет, простите, морды об стол, ты, во-первых, никогда не поймешь того, кого хлопало. Ты не сумеешь сострадать человеку. Редко кто может этому научиться без собственного печального опыта. А второе – это показывать тебе, Боже, какая же я была счастливая до того момента, пока не поставили онкодиагноз. «Боже, я не понимала, как я счастливо живу». Это, наверное, для того, чтобы люди понимали, что жизнь, она радостная, счастливая. Она счастливая сейчас, сегодня, в этот момент, несмотря на твои рваные колготки. Любая болезнь – это лакмусовая бумажка. Проявляется абсолютно всё. И все – родственники, коллеги. И в какой-то момент вдруг выясняется, что человек, который ты любил и вожал, тебя бросил, ушёл. А человек, с которым ты еле-еле сквозь зубы, здоровался на работе, потому что он тебе просто не нравился. Прибежал к тебе, помыл полы, сварил суп, дал денег и просто тебя утешил. Так что болезнь – это на самом деле хорошая вещь. И когда говорят, что болезнь – это посещение Бога, это правда. А терпение? Ну, конечно, я бы очень хотел, чтобы оно у меня было как талант. Нет, у меня его нет. Я просто заставляю себя. И в какой-то момент, когда терпение у меня заканчивается, я ухожу в ванную плакать. Поплачу, поплачу. А потом выхожу оттуда нормальное. Потому что не надо решать на всех окружающих своё плохое настроение. У меня был случай, когда я несколько лет не могла простить человека. Сам он прощения не просил. Но мне было важно не это. Мне было важно его простить самой, понимаете? И это было очень сложно. Я всё ходила на исповедь и каялась, что у меня не получается. Но в конце концов сумела. Знаете, я вот думала, что значит простить. Сесть с ним, пить чай определённо нет. Я подумала, вот идёт страшный суд. Я вижу, что на этого человека начинают сыпаться грехи. И вываливается грех, который он совершил в отношении меня. И вот в этот момент надо поднять руку и сказать, Господи, прости его. Он не ведал, что творил. Вот это и будет прощение. И когда я почувствовала, что я смогу это сделать, я поняла всё. Я его, правда, простила. Дарья Донцова, писательница, сценаристка, радио и телеведущая. Вот сколько титулов. Ой, друзья, ну вот что можно сказать по этому поводу. Очень жаль, что человек потратил довольно-таки много времени на свою писанину, которую ещё читали, раньше, помню, ехали в метро. Маринина Александра, Дарья Донцова, Акунин. Теперь у всех же мобилки. Теперь какая-то смартная зависимость в метро. Ни газет, ни книг, ни у кого ничего этого нет. Я хочу сказать, детский лепет, простите меня, что я так говорю. Детский лепет писательницы. Диву даёшься. Окончательно понимаешь, что какое у актёров, певцов, музыкантов и всех медийных личностей поверхностно развлекательное понимание православия, не говоря уже о христианстве, которое давно уже и уже нет его. Православие плетётся в хвосте, как профессор Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова говорит. Сыслой Великий, Пимен Великий, мёртвых воскрешали. Один из которых просил временно покаяние. Другой был уверен, что куда будет вернуть сатана, туда и он. А вот Дарья Донцова не боится, что Бог её накажет, а боится, что Бога доведёт до слёз за её грехи. Ну вот что сказать? Детский лепет – это женские слюни, простите, и сопли, говорящие о полном незнании ни самого православия, ни его основных духовных законов – это беда в нашем обществе. Совсем не знающих ни святых отцов, ни интересующихся чтением их наследия, нет сомнения, что у неё и подобных ей найдётся уйма единомышленников, которые только и выучили одно выражение – не осуждай, которым открывают многим дорогу в бездну неверия и развлекаловки в православии, превращая его в театр. Субтитры создавал DimaTorzok